друзья доброе утро на работу еду пятница это прямой эфир у нас будет через там полчасика через 40 минут и вот хотел я на какую тему поговорить где-то с неделю назад прочитал я на блумберге об одном исследовании женщина из какого-то университета не помню из какой организации проводила такое углубленное если расследование исследования мотивации которая движет людьми голосующими за вот симпатизирующими президенту трамп вообще когда выборы только произошли был такой шок как бы он не должен был победить и вроде и так он и сам знал что не должен но тем не менее это все произошло я тогда еще говорил что нужно какое-то время чтобы уже аналитики там теоретики разобрались вопросе потому что сначала происходит потом начинают разбираться вот они сейчас пытаются разобраться и вот исследование исследование очень интересно вот с моей точки зрения потому что она гораздо шире затрагивает темы чем например вот конкретно почему трамп выясняется такая вещь что люди симпатизирующие трампу они как бы сказать у них такая тема в жизни есть что вот у них отнимают их жизнь их страну их образ жизни отнимают вот у них было а отнимают какие-то чуждые силы отнимают поэтому вот сам по себе лозунг там make america great again да это как бы верни нам ту америку в которой нам было хорошо в которой мы как-то себя чувствовали лучше и а кто отнимает да вопрос вот кто почему что происходит вот вытесняют с рабочих мест это это иностранцы это не только нелегалы а это и и легальная миграция чего они нас вытесняют это вообще иностранцы они же нечестно конкурировать если бы они честно конкурировали с нами мы же совершенно другой бы жизнью жили и вот вот все эти темы которые сегодня мы видим как они педалируются да вот педалируются режимом не режим власти в нынешней вот это и вот подать они прямо вот оттуда и вдруг ты начинаешь пивать мать честно вот же она откуда все взялось то есть есть какие-то страхи так и вот на эти страхи идет нажим я вспоминаю мы свое время знать как студенты вот когда были там положено был классиков марксизма читать ленина вот я там не могу сказать всего перечитал ничего положено был я все читал я был добросовестный студент была фраза одна такая у меня было интересно в то время мало кто чего писал по еврейского вопроса у ленина было и вот в частности он значит а быть об антисемитизме говоря он сказал что антисемитизм это философия послушайте внимательно взбесившегося мелкого буржуа взбесившегося то есть он нормальном состоянии у него этого нет но он взбесился о чем взбесился стресс ну человек же когда стресса нет чему беситься стресс от чего стресс от конкуренции которые его не то что он может быть не выдерживает но вот за горло берет знаете и откуда конкуренция капитализм как как бы построены все на конкуренции вот да вот открыл лавку напротив и вот соответственно начинается да там что он не он же нечестно бизнес делать если бы он честно делал бизнес он бы из бизнеса бы вышел давно а я бы туда не достался и так далее пошло и поехала значит вот это взбесившись состояние взбесившегося она очень важно она происходит от стресса в свое время вот был стресс от засилья новых иммигрантов он буквально сто лет назад понаехали понимаете понаехали и страна закрыла там иммиграцию на какое-то время там на хороших лет так 25 просто сказали никаких иммигрантов больше но не то что никаких они там реформу такое сделали что приезжать могли вот ну там скажем так немцы скандинавы там англичане ирландцы а вот вот этих вот вот этих вот не пускать которые по наехавшие которые не наши а отчего сегодня люди казалось бы столько калорий вокруг солнышко светит там но все хорошо чего им сегодня взбеситься а взбеситься им сегодня этой к я от себя значит стресс происходит от от того что быстро развиваются технологии от того что быстро развиваются технологии темпы же просто сказочные фантастические то есть такого никогда в истории не было мы как физические существа мы не мы не готовы к таки такому ускорению стресс происходит от того что экономика становится более интернациональной стресс происходит от того что просто меняются технологии вот там сейчас трамп спасет угольную промышленность он ее не спасет потому что уже 50 лет как там сокращение за сокращением за технологии не то что угля меньше там это само собой потребляются но дело в том что просто а может быть и не меньше я даже не знаю вот этой тенденции но там комбайны идут сейчас один комбайн от горнопроходческий идет там раньше может быть 500 человек стоял тоже работу делаю но естественным образом технологии вытесняют ну да вот у нас на глазах все происходит какие-то профессии вообще отмирают какие-то кардинально меняются так далее сложно становится сложнее все знать надо больше для того чтобы на плаву быть но в общем стресс хочется вот так вот там походил среднюю школу там стоишь макдоналдс ну или там на заводе у станка там ну ну как то так какую-то такую работу делал вот и все у тебя хорошо и ты вспоминаешь там папу и дедушку и вот он один работал там пять человек детей семья он их всех содержал так и все нормально было у них а сейчас не получается и вот стресс от того что люди не могут адаптироваться так быстро к переменам вот собственно в производственной жизни и и не только в производстве ну так как бы в целом в экономике в целом вот эти вот как бы лица разные непривычные и отсюда значит да это же не только в сша что там сша давайте мы шире теперь посмотрим вот brexit там великобритания люди которые постарше обратите внимание и в сша и в великобритании молодежь голосовала за статус-кво они не хотели вот этого они не хотели брекзита они не хотели трампа здесь молодежь как раз голосовала вот за 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 статус-кво же молодежь то она легко адаптировать молодежь хочет перемен потому что вот у нее перспективы все в переменах они в том что вот они в статус-кво а те кто постарше вот особенно там 65 вот этот пенсионерский пенсионного возраста люди им подавай вот ту америка им вроде уже работать то не надо уже казалось бы пенсионеры нет вот им туда может еще что-то ими движет я не знаю воспитание какие-то идеалы сложившиеся там в пятидесятых шестидесятых не знаю и вот великобритания тоже стресс понаехали то есть когда мы говорим в америке вот люди переживают что понаехали так как понаехали великобритании в америке еще там 200 лет так не понаедут поэтому вот они там значит где-то им не нравится причем лондон как бы подавляюще голосовал за то чтобы оставаться в ес потому что лондон они штамм работают на этом они живут на этом это город такой до космополитичный там всякой тварь по паре там там для них нормально пойти а вот там где ближе к глубинке к аграрному сектору вот там они говорят не хотим чтобы у нас было как в лондоне или как в нью-йорке и вот они значит им нашли виноватого в америке нашли виноватых там латинос нелегалы отсутствие границы нечестная торговля я честно говоря когда вот думаю какой там у них перечень врагов на самом деле мы можем другие наверное механизмы но все-таки если мы посмотрим скажем там на российскую федерацию тоже вот враги со всех сторон ну мало того что там империализм санкциями тут уже правда но вот есть какие-то по наехавшие по наехавшие плохо говорят по-русски по наехавшие еще и так не неправильного вероисповедания и одеваются не так и вообще их по наехали их много стало выводить на то был там один ладно уже там он где-то один там ходил с дворником с веником с метенкой там подметал чего-то в наше время а сейчас то они же и русские учить не хотят чем русский учить они так вполне обходятся вот и и вот находится вот эти вот ну вот по наехавшие они как бы всем мешают тут мешают там мешают здесь мешают и я я думаю что не знаю это мой таскать может может у меня паранойя такая но я думаю что в списке виноватых если мы исторически посмотрим а у нашего народа история большая по этой части вот то обязательно там должны оказаться евреи которые виноваты то есть они конечно уже виноваты в том смысле что если там с пацанами правильными поговорить они тебе расскажут откуда все там все да вот банкиры газеты все войны там евреев там и еще чего-нибудь они вам они вам и сейчас расскажут но вопрос в том насколько власть пользуется этим вот сегодня власть в эту сторону еще не не пошла да вот не не в россии не в америке там не великобритания у них евреи как бы официально не являются виновниками хотя не официально понятно же что они они во всем виноваты это же не требует доказать вот поэтому когда уже власть начинает на эту тему вот тогда мы имеем скажем там нацистскую германию а до нацистской германии это столько раз происходило в разных местах и как бы нормально было в том смысле что для них тогда по тем временам это было совершенно нормально там геноцид там о чем геноцид вот и вот мы сегодня находимся в таком состоянии конечно я думаю что неспособность власти такой классической системной власти достучаться до мозгов людей или скажи даже нежелание они тоже там где-то элитарные таки оторвались там своими делами занимаются они тоже верят что они могут манипулировать сознанием людей там чего скажут вот все поверят или там чего скажут все так и будут думать у них крыша едет безусловно у тех кто до власти добирается но когда план правят страной то сказать воры в законе но в данном случае политики в законе так давайте скажем когда в законе у них там свои воробские законы но хотя бы какие то есть вот а когда приходит популизм к власти а популизм говорит вы видите вот они посмотрите на них они же даже разговаривать не хотят на те темы которые вот душат которые давно в там списке там социологи подскажет он будет по списку там не на экранчике будет светиться вот он сам может даже и не помнит толком новому ему дают специалисты да когда приходит популизм это уже беспредельщики потому что в законе хоть в таком хоть в воровском но там есть закон а здесь нет закона это беспредельщики и они понимают что они ненадолго они они как бы чё там долго у них не получится то есть они могли бы и долго если у них было реальное решение хоть одного вопроса но у них реального решения то нет поэтому ну что ну ну хоть что-то успеют вот там взяли полтора триллиона денег написали нам всем в долг полтора триллиона и кишаком раздали значит своим пацанам 83 процента этих денег пошли одному проценту населения этот один процент населения с благодарностью вносит в копилку избирательной компании своих пацанов в разъяснение массам о том как их осчастливили вот этой самой налоговой реформой а мы и так далее так далее и вот ну как бы понятно что часть денег тогда отстегнуть тому кто тебе и дал поэтому решение у них нету народ такой интересный что они задним числом уже никто счетов не предъявляет то есть допустим когда через там 10 лет выяснится что какое это было кидалово но это уже действует а точка кто сегодня вспомнит там про кризис 2007 там 8 9 годов когда финансово сейчас никто уже никого не винит уже собственно понятно там как это все получилось то ночью ушли уже там деньги пропали кому кому сейчас до этого дела сейчас вот новый у нас этап поэтому сперли сперли хотя посмотрим что дальше будет не знаю но но тоже используется же те же самые рычаги то есть вот человек ему говорят ты видишь как тебе плохо хотя не было уже совсем совсем плохо то не было скажем так за время пребывания обама власти экономика кардинально улучшилась но я ведь тебе плохо нету вот тех денег вот как раньше то было без цветных и без нечестной торговли это демократы это они все нечестную торговлю вот иммиграцию тоже они там это ну кто-то там враги короче есть вот а мы честные пацаны вы же видите мы мы хотим нам не дают нам не дают но мы хотим вот соответственно с одной стороны как бы сейчас рабочих мест создадим сейчас вернем там вот это вот это вот это вернем а при этом что а при этом значит сейчас как разгоним экономику в которой уже нет людей чтобы работать сейчас сейчас начнем строить сейчас начнем дадим денег бизнесом полтора триллионта бизнесом дадим вот пусть они новые рабочие места создают да некого нанимать да мы сейчас еще нелегальную иммиграцию сократим с точки зрения экономической мы имеем дело с каким-то безумием да потому что статистически новые рабочие места процентов на 70 заполняются иммигрантами но нет других но здесь речь не идет об экономических вопросах здесь речь идет а глушение рыбы динамитом но вот этой рыбы таскать который там потом на выборы ходит вот этих динамитом и и так и тут появляется вот это если росли исследования которые опубликованы она как раз ставить все на свои места почему такие противоречащие другие друг другу вещи вдруг оказывается вместе потому что они вместе не живут то есть с одной стороны наращивать экономику другой стороны сокращать там приток рабочей силы а на самом деле они в совершенно другом уравнении вместе работают они вместе работают как страшилки которые движут сознанием голосующих масс вот этих вот я не хочу сказать деклассированных но в известном смысле значит как там у владимира ильича взбесившиеся вот эти вот вот ими на их сознание так что интересное вот исследование опубликовали счастливы ребят пойду дальше